Рассмотрим возможности по навигации в видовых экранах. В данном случае у нас есть 4 видовых экрана. Напомню, в правом верхнем углу после плюсика стоит значение наименования данного видового экрана. Топ, фронт, лефт и перспективы. В правом нижнем углу располагается панель навигации видовыми экранами соответствующими кнопочками. Собственно говоря, активация того или иного режима управления этими кнопками демонстрируется нажатием этой кнопки. То есть в данный момент, если определенная кнопка нажата, значит мы можем использовать функцию по навигации именно с помощью той или иной команды. Для того, чтобы отключить эту функцию, необходимо использовать клавишу Escape на клавиатуре. Навигационные возможности зависят от того, какой видовой экран в данный момент времени у нас активен. У нас есть различные виды видовых экранов. Например, видовой экран перспективы. В зависимости от этого у нас меняется количество и название кнопок управления видовым экраном. Всего мы можем видеть три набора команд для соответствующих работ. Для работы в окне перспективы, во-первых. Для работы в окне ортографического вида. Это виды, которые мы с вами можем выбрать вот здесь. То есть ортографический произвольный вид или ортографический вид сверху, снизу, справа, слева, спереди, сбоку. Значит, посмотрите, как меняются несколько элементов управления при переключении. Также, если у нас с вами установлена камера, и мы используем видовой экран из камеры, у нас получается следующий вид кнопок для управления. И для источников света мы можем переключиться на видовой экран, который будет работать с источниками света. В данном случае пока у нас их нет. Значит, в зависимости от этого управляющие элементы будут совершенно различные. Давайте рассмотрим, какие управляющие элементы мы с вами можем использовать. Управляющие элементы, которые доступны абсолютно во всех видовых экранах, их всего два. Это кнопка максимизации видового экрана. А вторая кнопка называется Zoom Extend. Она выводит на экран все элементы, которые присутствуют в видовом окне. Для этих команд существует горячий клавиш. Так, команда максимизации сворачивания-разворачивания на весь экран видового окна. Возможно, ее вызов с помощью комбинации клавиш Alt-W. Также команда Zoom Extend возможно с помощью нажатия горячей клавиши Z. Z выводит изображение, центрирует и вписывает все объекты, которые есть у нас с вами. Давайте рассмотрим остальные команды, которые у нас есть по порядку, для окна видового перспективы, активного в данный момент. Во-первых, первый управляющий элемент называется масштабирование. После выбора этой команды для изменения масштаба необходимо в активном видовом окне перемещать курсор мышки, удерживая нажатую ее левую кнопочку. Как мы видим в 2018 версии, масштабирование может осуществляться относительно местоположения курсора. И мы видим зелененький индикатор этого вот местоположения. Следующая кнопочка называется Zoom All. Она, как команда аналогично предыдущей, но воздействует сразу на все видовые окна, которые у нас с вами есть в данный момент. Там присутствуют две команды масштабировать активное окно до заполнения. Показывает всю сцену в активном видовом окне. Если в сцене выбрать один или несколько объектов, то вариант команды Zoom Extend Select масштабировать выделенные объекты до заполнения отобразит выделенные объекты в центре видового экрана. Выделяем объект и нажимаем данную команду. Выделяем другой объект и нажимаем данную команду. Горячая клавиша, напоминаю, клавиша Z. Также вращение объекта будет осуществляться вокруг выделенного объекта, который клавиша Z был таким вот образом отцентрирован. Следующая, четвертая кнопочка называется Zoom Extend All Selected. Масштабировать все окна до заполнения. Команда аналогична предыдущей, но воздействует сразу же на все окна. Нажимаем эту кнопочку и во всех видовых экранах у нас центрируются выделенные объекты. Если он есть, если его нет, выводятся все объекты в центр, для того, чтобы они были вписаны в текущие видовые окна. Во второй строчке у нас располагаются несколько инструментов, а верхний из них называется Field of View, то есть угол зрения. Инструмент в виде уголочка и воздействует только на перспективное изображение, приближая или удаляя данное изображение. Вторая команда, которая там присутствует, называется Zoom Region, или масштабирование области, позволяет выбрать фрагмент изображения рамкой и приблизить эту область необходимую. Следующая группа команд состоит из инструмента, который называется Pan View, выглядит как лапка данный инструмент. Перемещение вида позволяет перемещать изображение внутри активного окна. Можно заменить использование данного инструмента, отключив его, простым нажатием средней кнопки мышки или колесико мышки. Достаточно удобно пользоваться для масштабирования прокруткой колесико мышки, а для перемещения вида вправо-влево-вверх-вниз использовать зажатую среднюю кнопку мышки. Есть инструмент, который называется Walkthrough, или иначе говоря, проход. Вот действует данный инструмент на перспективное изображение, если нам необходимо имитировать работу игрового движка, когда нам необходимо перемещаться по нашей сцене. Перемещение в сцене осуществляется с помощью управляющих стрелок на клавиатуре. Например, с помощью управляющих стрелок на клавиатуре. Если мы переключимся в ортогональный вид, в ортогональное проекционное окно, то мы увидим, что данный инструмент отсутствует для ортогонального вида. Он присутствует только для вида перспективы. Также есть инструмент двухмерный PanZoom Mode. Мы с вами видим, что появляется в окне дополнительный датчик, который показывает в данный момент масштаб относительно точки обзора, которая была выставлена до этого в видовом окне. Рассмотрим следующую группу команд. Мы видим здесь четыре управляющих элемента. Эта группа команд служит для вращения относительно объектов по различным методикам. Первая из команд называется орбита. И вращение производится относительно центра видового окна. Если у нас с вами ничего не выделено, с помощью орбиты мы вращаемся относительно центра. Следующий вариант данной команды называется орбит-селекта. В качестве центра вращения используется центр выделенного объекта. Вначале выделим какой-либо объект, потом используем эту команду. И мы видим, что вращение уже осуществляется относительно этого элемента. При этом, как мы можем заметить, нам не важно, где располагается данный элемент внутри видового экрана, вращение происходит относительно его, независимо от этого. Также есть вариант, который называется орбит-сабабжект. Этот вариант позволяет нам вращаться относительно конкретного подобъекта внутри самого объекта. Когда есть какой-то полигонально редактируемый объект, мы можем выделить какую-то его часть и осуществлять вращение относительно этой какой-то части. Ну и последний инструмент, который называется орбит-поинт-офф-интерес. То есть в данном случае центр будет осуществляться вращение относительно точки интереса. Мы можем курсором указать какую-то определенную точку, вот она зелененьким подсвечивается, и относительно этой точки будет осуществляться вращение. Работает достаточно интересно данная методика. Опять-таки мы можем, не используя орбиту, осуществлять вращение вокруг видового экрана, зажав на клавиатуре клавишу Alt, а на мышке зажав среднюю кнопку мышки или прокрутку. И мы можем осуществлять также вращение вокруг либо выделенных объектов. Опять-таки мы можем выделить объект, нажать кнопочку Z, отцентрировав позицию данного объекта, и осуществлять с зажатой Alt и прокруткой мышки вращение относительно необходимого объекта. Выделили объект, Z отцентрировали, Alt и прокрутка мышки, вращаемся вокруг объекта, который необходим. Значит, как мы с вами... Ну и последнюю кнопку мы уже рассматривали, это максимизация, разворот активного окна в полноэкранный режим, комбинация клавиш Alt и W. Мы увидели, что отличие от окна видового перспектива и других проекционных видов достаточно небольшое. То есть здесь отсутствует в нижних двух кнопках ряд команд, которые осуществляют навигацию по трехмерному пространству и определенные вариации масштабирования. Там отсутствует. Если мы установим камеру, то посмотрите. Навигация в видовом окне вида из камеры осуществляется с помощью практически тех же самых команд, но они переработаны с учетом специфики камеры. Здесь уже мы видим иконки. Которые позволяют нам с вами указывать точки обзора, изменять позиции, работать с перспективой объектов, которые позволяют вращать камеру, которые позволяют увеличивать относительно всех видовых окон, масштабируя изображение, работать с точкой обзора, работать с отслеживанием камеры в режимах перемещения, различных и орбиты. То есть практически все те же команды, которые мы рассматривали, но заменены некоторые иконки, чтобы было понятнее, как и для чего их использовать. Все те же команды, практически, кроме некоторых специфичных, используются и здесь. Также, если мы с вами установим какой-либо источник освещения, направленного какого-то света, например, значит, будет возможность уже использовать не только камеру, но и использовать вид из источника света, направленного, например, и вот что видится в этом источнике. И опять-таки, посмотрите, у нас с вами здесь все эти управляющие элементы, ну, почти аналогичны стандартным управляющим элементам, которые мы видели в самом начале, но просто они переработаны для того, чтобы мы знали, что мы управляем источником света. И у источников света бывает область воздействия максимального, минимального этого источника, направленного света, например, и мы можем задавать эти вот вариации с помощью этих управляющих элементов. Вот. Подробно все нюансы и различия всех управляющих элементов для вида из камеры, для вида от источника освещения мы не рассматриваем, потому как это курс все-таки более-менее обзорный для новичков. Следующий вид для навигации, который присутствует в 3D Max, мы рассмотрим на развернутом окне перспективы. я уберу, наверное, лишние элементы, которые здесь есть. Оставим только геометрию. Нажав комбинацию клавиш Shift-W, мы с вами можем получить доступ к так называемому колесу обзора, что ли, его можно так назвать, Wheels. Что он нам предлагает? Ну, это вот колесо, его, может быть, не все любят, но, тем не менее, оно позволяет расширить возможности по навигации. И здесь мы интуитивно видим ряд элементов, нам с вами уже знаком. Например, нажимаем на кнопочку Zoom, и мы можем масштабировать, зажатой левой кнопочкой, относительно опорной точки, которая подсвечивается и называется пивотом. Мы можем выбирать здесь же орбиту и вращаться относительно этого какого-то опорного пивота, который был выбран. Ну, или если у нас есть выделенный объект, орбита будет вращаться уже относительно центра этого объекта. Также есть кнопка PAN перемещения внутри три объекта. Есть кнопочка центр, которая будет центрировать наше изображение относительно той точки, на которую направлен курсор. Есть кнопочка волк, которая позволяет нам эмулировать перемещение в режиме ходьбы, так называемой по трехмерному объекту. Можно использовать опять-таки для ходьбы клавиши курсоров вправо-влево, вверх-вниз. Вот у нас есть достаточно удобная вещь, такая вот коробочка, вдоль которой мы с вами можем осуществлять перемещение. есть возможность использовать режимы различные, есть кнопочка, которая называется ревинт, где мы можем подбирать различные вариации точек обзора. Также этот элемент можно настраивать под наши нужды. Например, можно переключиться в миниатюрный вид, когда этот элемент состоит из четырех элементов. Или большее количество элементов и большее количество функций для работы с ним. Правой кнопкой мышки внутри этого элемента мы с вами можем менять вид этого элемента. Вернуть его в нормальное состояние можно с помощью кнопки возврата Full Navigation Wheel. Полное навигационное колесо. Также если нам плохо видно элементы, которые там присутствуют с помощью функции настроек мы можем увеличить размер навигационного колеса. Соответственно он влияет только на основной размер. Его можно увеличить или уменьшить от определенного оригинала. Для того, чтобы его закрыть достаточно нажать вот эту кнопочку или Escape на клавиатуре. Для того, чтобы вызвать навигационное колесо к жизни если мы забыли комбинацию Shift W мы с вами можем воспользоваться в данной версии вызов осуществляется с помощью плюсика и здесь выбирается Steering Wheels управляющие колеса и вот активация колеса и комбинация горячих горячей клавиши Shift W Также мы видим, что есть объектное колесо есть колесо построений так называемого так они могут называться или полное навигационное колесо В зависимости от той функции которую мы выберем несколько будет отличаться ну и окошечко конфигурации которое мы рассматривали вот оно здесь находится тоже доступ к нему находится здесь же как вы могли заметить существуют еще настройки видового куба и видовой куб значит видовой куб это является еще одним удобством для того чтобы мы могли осуществлять навигацию значит я его немножечко сделаю в данный момент побольше чтобы мы могли увидеть что есть на видовом кубе на видовом кубе у нас находится вот это вот само колесо и на каждой грани подпись соответствующего вида на который можно переключиться но не нужно обманываться если мы выставили видовой экран left это не означает что у нас сейчас ортогональная проекция вид слева нет это окно по-прежнему является окном перспективы и мы просто слева смотрим на объект ну соответственно четыре вариации и мы можем за одно из ребер куба браться и перемещаться вдоль объекта мне кажется не слишком удобный вариант для вращения но вариант информационный иногда удобен когда ты видишь в каком положении у тебя объекты находятся правой кнопочкой мы конфигурируем его самый маленький вариант и оставляем для того чтобы он нам ну как бы может быть еще пригодился значит и подводя итог как мы видим есть панель навигации которая различается от вида окна перспектива ортогональная окно камеры или окно вида источника света мы знаем что есть видовые прошу прощения колеса навигационные они могут быть в разных вариациях вот у нас есть видовой куб все эти элементы настраиваются по размерам и представляют собой довольно интересный комплекс по навигации благодарю за внимание до свидания